Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как обычно, Едоман. Сегодня у меня в обзоре будет суп гороховый с мясом от производителя Русском. Вот так он выглядит. Приобретал в магазине за 80 рублей. Мне стало интересно, какой же он все-таки будет на вкус. Консервы растительно-мясные с бобовыми, стерилизованные, первые обеденные блюда, суп гороховый с мясом. Очень даже интересно. Масса нета целых 540 грамм, то есть можно, наверное, на два раза разделить. Произведено по заказу ООО Русском, изготовитель Лыткаринский МПЗ. Ну, у Русскома спорная продукция 50 на 50, но в основном мне попадались хорошие блюда. Посмотрим, насколько будет хороший суп. Сейчас я в приближенном рассмотрении, прочитаю состав, открою и покажу, как он выглядит. Вот так поближе выглядит банка. Покажу. В составе у нас бульон мясной, свинина, картофель, горох, деликатесы варенокопченые, свинина, говядина, вода. Это тоже деликатес, наверное, да? Комплексная пищевая добавка, соевый белок, декстроза, загустители, пшеничная клетчатка, регулятор кислотности, стабилизаторы, животный белок, усилитель вкуса и аромата, это нам понятно. Ароматизаторы. Ветчина, мясо, свинина, говядина, бекон, телятина, бульон. В общем, все здесь у нас ароматизаторы, друзья. Так, нитритная соль, краситель, соль пищевая, морковь, масло растительное, лук, зелень укропа, зелень петрушки, лист лавровый, перец черный молотый, перец душистый молотый, сельдерей, базилик, кориандр, усилитель вкуса. Так, 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 это нам все понятно. Срок годности 3 года, масса нет, как я уже сказал, 540 грамм. Открываем. Давайте посмотрим, что это за суп. Так, жидкость я слил. Ну, вот у нас куски мяса. Ну, скорее всего, как там и написано, это соевый белок. Я сомневаюсь, что здесь будет что-то натуральное. Хотя вы сами слышали, что в составе у нас ароматизаторы идут всего. Ну, суп как суп. Сейчас разогреем. Да, хорошо, конечно, что я взял тарелку побольше. Друзья, я не стал показывать в разогретом состоянии, потому что он нисколечки не изменился. Кусочки мяса здесь, друзья, напоминают очень сильно смоленскую тушеную тушенку со вкусом свинины, которая была. Ну, все есть. Горошек, картошечка порезана кубиками, все нормально. Разогревал микроволновки я 3 минуты. Попробую юшечку. Неплохо. А если все ингредиенты? Ну и мясо. Так, ладно, по продукту. Здесь все нормально сбалансировано, то есть вкус. Но копчености, которые написаны в составе, я не почувствовал. И, кстати, здесь мясо, именно мясо, не соя. Либо же просто очень... Нет, вкус сои я бы прочувствовал сразу. Здесь реально кусочки мяса, ну, я не знаю, какие-то, скорее всего, обрезки. Горох нормальный, вкусный. Картошка, в принципе, тоже. Так что, друзья, за пол-литра супа 80 рублей, я думаю, отдать можно. Мне понравился данный супчик. Ну, конечно, лучше, когда вы приготовите сами. В составе есть бекон, но бекон не чувствуется. Ну, а так, в принципе, на вкус нормальный суп. Так что, друзья, в принципе, если хотите, могу порекомендовать. Ну, я, если честно, скорее всего, больше не возьму. Я просто взял на пробу, мне стало интересно. И мои ожидания оправдались. Довольно-таки хороший суп. Я люблю приготовить сам, добавить туда копченой грудинки, бекона, колбаски сырокопченой. И получается просто бомбовский суп. Ну, а суп гороховый с мясом от производителя Русском брать можно. Вполне себе достойный вариант. И на этой радостной ноте я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. И ждите следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Пока-пока.